Кремлевские агрессоры В украинцах еще осталась глубоко укорененная советская привычка Во всем полагаться на власть Все ждут умного управления, мудрого приказа, дороги, светлое будущее Сталинские репрессии, а до этого царский и имперский гнет На генном уровне оставили страх перед любой инициативой и публичным несогласием В противовес этому концепция гражданского общества Когда люди самостоятельно создают негосударственные объединения Для контроля власти, защиты своих интересов и прав Создают политические партии Общественные и волонтерские организации Ассоциации, профессиональные, творческие, спортивные и прочие объединения Движущей силой таких общностей является принцип Если человеку что-то не нравится Он находит единомышленников и делает конкретные шаги для улучшения ситуации Давайте рассмотрим примеры из истории Американцы буквально десятилетиями путем постоянной профсоюзной борьбы Кропотливо отстаивали каждый цент своей зарплаты Каждую минуту рабочего дня В конце 19 века на протяжении двух десятилетий Профсоюзы боролись за десятичасовой рабочий день И против использования детского труда Их деятельность нашла сочувственный отклик у законодательных органов ряда штатов Так в 1851 году штат Нью-Джерси принял закон о десятичасовом рабочем дне На всех производствах и о запрете найма детей младше десяти лет Тем временем городские профессиональные союзы объединялись в федерации Квалифицированные рабочие ряда отраслей промышленности Организовали общенациональные союзы Стремясь добиться повышения заработной платы И улучшения условий труда Борьба за увеличение заработной платы Вылилась в сотни забастовок в 50-х годах 19 века Самой обширной оказалась забастовка сапожников в Новой Англии в 1860 году Началась она в городе Линн, штат Массачусетс Когда фабричным рабочим отказали в требовании прибавить к заработной плате 3 доллара в неделю Вскоре забастовка распространилась на штаты Мэн и Нью-Хемпшир Около 20 тысяч рабочих приняли участие в стачке Завершилась она победой сапожников А после аналогичные победы были одержаны и союзами других профессий Успех привел к увеличению численности профсоюзов В начале 20-го столетия всю Америку охватило мощное реформистское движение Именуемое прогрессизмом Его возглавили университетские профессора, священнослужители, врачи, работники социальных служб Движение ставило целью улучшение условий жизни всех американцев Прогрессисты хотели добиться большего равенства в политической системе Они также хотели большей демократизации в экономической системе Те, кто владеет природными ресурсами страны, говорили лидеры движения Должны поделиться частью своего богатства с теми, кому меньше повезло Движение находило отклик у фермеров, мелких предпринимателей, женщин и рабочих Оно захватывало разные политические партии и не обращало внимания на региональные границы В 30-х годах прошлого века Конгресс производственных профсоюзов собрал в своих рядах 3 миллиона 750 тысяч рабочих Американская Федерация Труда – 3 миллиона 400 тысяч После Второй мировой войны численность членов рабочих профсоюзов достигла 14 миллионов человек А к середине 50-х – 17 миллионов Из-за упадка тяжелой промышленности, автоматизации производства, конкуренции иностранных производителей Число членов профсоюзов несколько сократилось Однако рабочее движение в Соединенных Штатах сохраняет силу Труд членов профсоюза оплачивается по более высоким ставкам, чем труд неорганизованных рабочих Постоянно сокращается продолжительность рабочего дня В соответствии с многими нынешними соглашениями между нанимателями и нанимаемыми Рабочая неделя не превышает 40 часов Большинством подобных соглашений устанавливаются солидные дополнительные льготы Включающие медицинские и пенсионные страховочные программы По мере того, как процент членов профсоюзов по отношению к общей рабочей силе сокращался Профсоюзы реагировали расширением сферы деятельности Привлекая служащих федеральных, штатных и местных ведомств А также и других профессиональных кругов Профорганизаторы ведут упорные кампании по сплочению и обеспечению лучших условий труда Таких разнообразных групп населения, как учителя государственных школ и сезонные сельскохозяйственные рабочие Эти люди живут и работают рядом с нами, но они с трудом сводят концы с концами, говорит Анна Джолина Вы знаете, все хотят есть Мы пришли выразить свою солидарность людям, которые получают меньше, чем минимальную зарплату И работают в ужасных условиях Она добавила, что считает, что ей повезло, потому что она работает учительницей Так организации американских трудящихся отвечают на вызов, который бросает им грядущее И никто не надеется на доброго царя или помощь свыше Все достигается собственным трудом и старательностью Но, естественно, американский пример не единственный В Германии трудящиеся тоже эффективно борются за свои права 5,5 тысяч летчиков немецкой авиакомпании Люфтганза устроили массовую забастовку В результате трехдневной стачки было отменено 3800 рейсов Оказались нарушены планы 425 тысяч пассажиров Боссы компании понесли многомиллионные убытки, пообещав пойти навстречу забастовщикам Стачка была проведена по призыву профсоюза, который на протяжении двух лет воевал с Люфтганза за увеличение зарплаты пилотам В сентябре 2015 года пилоты устроили новую забастовку, поскольку не все их требования были выполнены Таким образом, постепенно люди общими усилиями выжимают из работодателей и финансовых мешков достойные условия и оплату труда Украинцы начали осознавать, что народ – это и есть власть Если ваш начальник, директор, участковый, прокурор, губернатор, комбат или комбриг, взяточник, дурак или предатель – объединяйтесь Находите союзников и кричите об этом на каждом углу Пишите заявления, распространяйте в СМИ, устраивайте протесты и забастовки Если мы действительно хотим изменений, нам следует заменить культуру покорности культурой протеста Протест – это гораздо труднее и кропотливее революции, на которые мы выходим раз в десятилетие Когда уже нет никаких сил терпеть Он должен быть будничным и каждодневным Не прощать ни единого случая чиновничьего хамства Не спускать с рук ни единого мошенничества производителей товаров и услуг Нужно сопротивляться любой несправедливости, допущенной в отношении вас И помогать делать это тем, кто вас окружает Новое государство никогда не придет с новым президентом Оно строится тяжелым ежедневным трудом и только собственными руками Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, путешествиям и так далее Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж Где разбирают брусчатку и жгут там все подряд, понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok